Сегодня в программе. А что это вы тысячи рублей положили? Это мне, что ли? Это ладочки наши. Суррогатная мать похитила ребенка у биологических родителей. Ее разыскали и осудили. Почему преступница считает, что сделала благое дело? Какую страшную тайну она скрывает? Узнаем в суде. У меня сейчас нет большого желания обсуждать это все при моих родителях. Я хочу с вами поговорить лично наедине. Родители, отправляйтесь в коридор. После долгих лет брака муж решил признать свою жену недееспособной и стать ее опекуном. Что по этому поводу думает их дочь? Выясним в суде. Коммуналка оплатила 18 тысяч. Простите, а при чем здесь? Я и коммуналка, я не понимаю. Вы молчите. Там ваша дочь живет. Может ли женщина продавать вещи дочери без ведома ее отца, если мужчина с ними не живет? Позволено ли матери распоряжаться подарками ребенка ради наживы? Узнаем в суде. Истец хочет получить деньги с похитительницы своего ребенка. Ответчик считает, что она воспитывает девочку лучше, чем родная мать. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушайте дело по иску Буркиной Владиславы Юрьевны о компенсации морального вреда в размере двух миллионов рублей. Где вы такие цифры берете? Ответчик Ермакова Ольга Анатольевна. Так, слушаем, истца. Здравствуйте, Ваша честь. Я, на самом деле, очень сильно натерпелась за последние месяцы, последние дни, часы по вине ответчицы. Потому что ответчица украла мою дочь, мою любимую доченьку Настеньку. Она украла. У меня есть свидетельство о рождении. Данная женщина, вот мадам, ответчица, она являлась нашей суррогатной матерью. Мы ей по договору, вот у меня есть договор суррогатного материнства, мы ей должны были 1 миллион 600 тысяч рублей. Но хочу отметить, что мы ей дали гораздо большую сумму, 1 миллион 800 тысяч рублей. Это еще, если не брать в счет, все затраты во время беременности. То есть пока она вынашивала мою доченьку, у меня есть вот справка, банковский счет, все документы. Передайте ваши документы через приставо. Да, пожалуйста. Вот. То есть пока ответчица вынашивала мою доченьку Настеньку, то есть мой муж, очень много тратился. Мы обеспечивали самое лучшее медицинское обслуживание, самую лучшую еду, витамины, самые свежие продукты, мясо, рыба. То есть даже шофер лично привозил свежие, хорошие продукты, хотя это было не указано в договоре. Мы снимали ей квартиру в шикарном, лучшем, зеленом районе. То есть все условия были просто как у королевы. И вот, значит, когда пришло время, то есть ответчица родила мою дочку, любимую Настеньку. Мы подумали так с мужем и решили, что давай перевезем ее, пригласим к нам на полгода в наш загородный дом. Пусть она побудет кормилицей. Потому что мы все знаем, что грудное молоко, оно действительно очень полезно для ребенка, особенно в первое время. Почему бы нет? И мы предложили ей каждый месяц платить по 50 тысяч рублей. Она безработная, у нее есть старший сын. То есть для нее это вообще шикарное предложение. Почему бы еще не побыть дополнительно кормилицей полгода? И вот, значит, она полгода кормила мою дочку. И уже подходит время. То, что, ну, как бы полгода заканчивается. И мы хотели уже разорвать все контракты. То есть она уже все, что могла, выполнила. И тут происходит такое. То есть вот эта ответчица, данная женщина. Боже, я просто нервничаю. Я такое пережила, что я не могу. Она сбегает. Она берет мою дочь и сбегает прямо ночью. В это время мой муж был в командировке. То есть ему пришлось бросить командировку, отложить ее. Мы подняли на уши просто буквально всех лучших следователей. Мы начали искать все контакты, с кем была знакома Ермакова. Мы начали искать. То есть ни ее мать, ни ее бывший муж, ни ее сын не знали, где она. Мы искали ее два месяца. И только спустя два месяца мы нашли ее в Ростовской области у подруги. Естественно, она была потом после этого осуждена. Она была в суд, и ее по статье 126, пункт 2, ее осудили. Похищение человека, статья по этой статье. И дали ей пять лет. Знаете, Ваша честь, я бы дала на самом деле гораздо больше. Потому что я считаю, что за такие вещи, когда ты воруешь чужого ребенка, ты должен нести гораздо больше по сроку наказания. Чтобы другим матерям суррогатным было неповадно так делать. И я сейчас требую на самом деле компенсацию, моральную компенсацию мне в размере 2 миллиона рублей. У нее есть деньги. То есть мы ей много заплатили, много вложили. Поверьте, у нее есть деньги, и я требую 2 миллиона рублей компенсации мне за моральный ущерб. Спасибо. Поняла. Хорошо. У вас все? Да. Слушаем ответчиков. Ваша честь, я готова компенсировать Буркина и тысячу рублей. Настолько я оцениваю ее моральный вред. Но никак не больше. Лада умолчала. В данный момент она находится в разводе со своим супругом. И суд определил место жительства сейчас на данный момент девятимесячного ребенка именно с отцом Виктором Михайловичем, а не с матерью. И я сбежала не потому, что я привязалась к ребенку, или у меня были какие-то гормональные сбои. Нет, а потому что я пришла в ужас, пожив вообще в этой семье. Виктор Михайлович постоянно работает. Лада уходит за гул. С утра до ночи она гуляет, разгуливает. О том, чтобы к ребенку она вообще не подходила ни разу. Это неправда. Два раза брала его на руки, и то Настенька сразу же начинала плакать. Все. Лада скидывала ребенка мне и убегала. За ней постоянно приезжал какой-то красавчик молодой. По телефону я слышала все ее разговоры. О том, что покормить ребенка, поменять памперсы, об этом вообще даже и речи не шло. Вы понимаете это? И все. У нее, как только муж уезжает в командировку, она начинает уходить за гул. Пропадает. Дома ее не бывает. И в тот день, даже когда я сбежала из дома с ребенком, ее даже не было дома в этот момент. Не находилась она. И именно на наказание и на сроки моем отбывания именно настаивала Лада. Все. Потому что она просто из себя корчила безутешную масть в уголовном суде. А на самом деле ребенок ей нафиг не нужен был. Она ребенком хотела просто тупо привязать к себе богатенького мужа и пользоваться его деньгами. Вот и все. И за день, и как раз, я не врую, за день как раз таки до моего побега с ребенком, Лада пришла домой вся пьяная, помятая, кричала, орала, строила прислугу, орала на своего мужа козла, обвиняла в том, что у нее несчастная жизнь, о том, что вообще она пожалела, что она связалась с этим сурматеринством. И на 18 лет теперь она повесила хомут на шею, разгребать все это дерьмо ей надо. И вообще, что ребенок это абуза, и она хочет придушить иногда этого вечно плачущей и гадящей комок. После этих слов, вот именно после этих слов, я уже тогда, конечно, приняла решение. Я взяла ребенка и убежала. После того, как меня нашли, я все рассказала Виктору Михайловичу, о всех ее загулах. Виктор Михайлович, конечно же, нашел оправдание всем моим словам и сразу же развелся с Ладой. Ее он оставила полностью без всех средств об существовании, и поэтому она сейчас с иском прибежала ко мне, чтобы возместить это через меня. Скажи спасибо, что два миллиона. Не буду я говорить спасибо, а никак не из-за того, что она расстроена. А чем подтверждаются эти ваши слова? Есть выписка из материалов уголовного дела, есть приговор. И, Ваша честь, я уже тысячу раз, если честно, пожалела о том, что я отдала Буркиных ребенка. Это была ошибка вообще. Я раскаиваюсь, я понимаю, что я поступила неправильно, но сейчас уже... А с отцом ребенка вы поддерживаете? Ничего не вернешь. Да, я разговаривала с Виктором Михайловичем, он видит мою искреннюю любовь к Настеньке, и он мне пообещал, что после моей отсидки он будет разрешать мне видеться с Настенькой, и я буду принимать участие в его воспитании. Простите. Поняла, передайте ваши документы. А что это вы тысячу рублей положили? Это мне, что ли? Это ладочки наши. Не, ну это абсурдно, понимаете. Я либо... Да, выписка. Скажите, пожалуйста, истец, а вы были в уголовном деле признаны потерпевшей? Мой муж был признан потерпевшим. А вы не были? Нет. А ваш муж искренне предъявлял? Ни в уголовном деле, ни отдельно? Так я понимаю? Нет, да. Так я понимаю. Понятно. И вы разведены, и место жительства определено с мужем ребенка. Да. Понятно. Скажите, скажите, пожалуйста, ну вот, видимо, раз муж с вами развелся, видимо, он нашел подтверждение тому, что рассказывает ответчик. Да? Так я понимаю. То, что мы развелись, это вообще наши личные были проблемы, на самом деле. То есть вообще вот эта тема, это совсем другое. Мы развелись по нашим личным с ним обстоятельствам. Вы развелись по вашим личным? У девятимесячного ребенка никто не оставляет отцу, если нет оснований. Это-то я понимаю. Почему ребенка отцу оставили? Ну, были какие-то моменты, но все равно. Какие-какие? Это не какие-то моменты. Ребенок тебе вообще не нужен был. Какие-какие-то моменты? Нет, не нужен ребенок. Почему не нужен? Нужен был для того, чтобы пользоваться деньгами. Какие-какие-то моменты, чтобы девятимесячного ребенка отняли у матери и отдали отцу? Ну, были там по глупости какие-то так загулы. Ну, Ваша честь, я не считаю, что это уж прям какая-то трагедия. А вы сейчас с ребенком видитесь? Вижусь иногда, да. Это все неправда. А алименты вы выплачиваете на содержание ребенка? Нет. Почему? Вы работаете? Сейчас нет. Не работаете? И алименты не платите? То есть участие ни в содержании, ни в воспитании ребенка вы не принимаете, я так понимаю. Пока не работаю, да. Нет, ну а в воспитании? Как часто вы видите ребенка? Ну, иногда видимся. Ну, пока не так часто, я просто в поисках работы. Вот так. Что вы? В поисках работы. Поэтому я пока не могу часто видеть. В поисках работы. А поиски работы мешают общению с ребенком? Ну, пока вот нет возможности. Нет возможности. Понятно. И сколько вы так уже ищете работу? Ну, довольно долго уже. Ну, пока не могу найти. Я надеюсь, что как найду, как-то по возможности буду чаще видеться. Понятно. Да, так можно и всю жизнь искать работают. Понятно. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. У меня сейчас нет большого желания обсуждать это все при моих родителях. Я хочу с вами поговорить лично наедине. Родители, отправляйтесь в коридор. Мужчина утверждает, что его жена сошла с ума. И ради безопасности дочери ее нужно поместить в психушку. Но супруга утверждает, что она вполне нормальна. А муж целится на ее квартиру. Коммуналку оплатила 18 тысяч. Простите, а при чем я и коммуналка? Я не понимаю. Вы молчите. Там ваша дочь живет. Разведенный мужчина подарил дочери топовый смартфон. А мать девочки его продала, так как они с ребенком нуждаются в средствах. Хватит ли у отца наглости требовать возмещения трат на подарок? Узнаем в суде. Иск Буркина и Владислава Юрьевна о компенсации морального вреда в размере 2 миллиона рублей оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Ответчик совершила преступление. Это подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. В силу статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса потерпевший по уголовному делу имеет право в том числе и на компенсацию морального вреда. Но истец потерпевшей признана не была. Истцом надлежащим здесь бы являлся ее муж. Но он иска не предъявлял. Поэтому в иске ей отказано. Так что тысячу рублей можете сэкономить. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я вообще не понимаю, зачем она влезла в наши отношения. И разрушила мой брат, мою семью. И стоит здесь, плачет такая бедная. На самом деле это я должна сейчас стоять и плакать, а не она. Я так поступила первый раз, поступила бы и второй раз. И не важно, что мне сейчас придется отбыть срок. Самое главное, что с моим ребенком все будет хорошо. В чем ваше будущее? В детях. Я не могу выбрать между мамой и папой. Если я буду жить с мамой, я предам папу. А если я буду жить с папой, я предам маму. Доверяйте им. Любите их. Защищайте. Я за детей любого порву. Как это делает судья Алиса Турова. То, что подарено детям, вообще не ваше. Велосипед детский не ваш. Ноутбук не ваш. Каждый будний день на нашем телеканале. Заявитель хочет признать свою жену недееспособной. Опека поддерживает заявителя. Заинтересованное лицо утверждает, что она абсолютно нормальна. Слушайте. Ваша честь, я хочу, чтобы мою жену Веру признали недееспособной. И хочу до ней оформить опеку. Дело в том, что ситуация достаточно сложная. Она началась очень давно. Началась 19 лет назад, когда мы поженились. Оказывается, выяснилось после свадьбы, что она перед свадьбой хотела совершить самоубийство. И в тот момент ее поставили на учет в ПНД. И она до сих пор находится на учете в ПНД. И у нее периодически случались какие-то небольшие обострения. Но это было не критично, не особо заметно в жизни. Но в последний момент, в последние месяцы у нее очень-очень все стало серьезно. Дело в том, что у нее очень обострились вот эти какие-то агрессии. Она стала какой-то не очень адекватной. Очень стала какая-то вся в себе. Не разговаривает, замыкается. Ну и я решил, в общем, в этот момент уйти и немножко пожить отдельно. Чтобы как бы вот это все как-то, может быть, сгладить. Может, у нее пройдет, и она станет опять нормальной, адекватной. Вот. Снял квартиру и в ней, собственно говоря, жил. Но дело в том, что помимо того, что я ушел из семьи, в нашей семье осталась наша дочь Полина, 14 лет. Вот. И девочка просто начала мне звонить и жаловаться. Потому что невозможно, говорит, жить с мамой. Она просто тупо лежит на кровати, смотрит в одну точку днями. Не моется, никуда не ходит, есть не готовит. То есть дочка голодная, уроки сделать не может, школу не встречает. То есть как бы она абсолютно не следит ни за чужой жизнью, ни за своей. То есть ей просто как бы вот апатия, она в одном положении всегда находится. Вот. И потом в один момент у нее вообще начался сплекс агрессии. Она просто накричала на дочь и выгнала ее из дома. Мы пришли с органами опеки к ней домой. И у нее случилась какая-то сумасшедшая истерика. Она начала орать, кричать, бить табуретками, там, ну, кидаться табуретками. Начала накричать на опеку. Ну, в общем, какая-то стала максимально неадекватная. Ну, просто вообще неадекватная. Мы вызвали скорую, забрали в клинику. Три недели ее там лечили, кололи чем-то. Вроде пришла, ну, вроде как нормальная. Но я, честно говоря, на самом деле начинаю сомневаться, что в дальнейшем вот это все будет продолжаться в нормальном русле. И поэтому я хочу, чтобы ее признали недееспособной, чтобы я мог взять на ней опеку, следить за лечением, чтобы я мог контролировать абсолютно нормально, чтобы у нее вот эта вся ситуация прошла. Я не хочу с ней разводиться. Я хочу, чтобы все у нас было нормально, чтобы все нормализовалось. Ну, там, если когда я не смогу быть дома, например, я могу брать нянечку, которая будет за ней следить. Но я не могу бросать вот так все на самотек. Понятно. А причина какая-то была этой депрессии последней? Я не понимаю, честно говоря. У нее какие-то вот импульсы такие возникают вообще спонтанно. Ваша честь, она давно у нас на учете. И мы считаем, что в данном случае то, что в интересах Веры Юрьевны, в данном случае, чтобы у нее был опекун. Потому что ее заболевание в период обострения и носит такой характер, что чем раньше она окажется у врачей, тем это лучше для нее. Потому что в противном случае она становится опасной и для себя, и для окружающих. Мы как раз в период обострения, мы с Николаем Петровичем там были. Изначально она сказала, дверь я вам не открою, ничего я вообще делать не буду. Вызывали слесаря, отжимали как-то дверь. Потому что она ее закрыла изнутри на чеколду. И когда мы оказались в квартире, мы просто обалдели. Потому что там, во-первых, грязно, бардак. Это неправда, неправда. Практически пустой холодильник. И она сама, ну то, что она как минимум неделю не умывалась, не причесывалась, не принимала душ, это как минимум. Это какое-то преступление. И она схватила табуретку, сказала, что вы сюда приперлись. И стала этой табуреткой, пыталась сначала Николая Петровича. И мы ее как-то сумели отвлечь разговором. В это время Николай Петрович вызвал врачей, которые приехали, ее забрали сразу. Была она три недели в больнице, то есть полный курс провели. Вернулась она оттуда, да, вполне нормальная, адекватная. Но ей сказали, что ей надо очень тщательно следить за приемом лекарств. И ни в коем случае не сочетать их с алкоголем, что, к сожалению, я не могу сказать, что она пьет. Нет. Но что, как любой человек склонный к депрессии, первое средство от депрессии – это алкоголь. Но если сочетание алкоголя и таблеток, это дает реакция страшная. Понятно. Хорошо, слушаем вас. Здравствуйте, Ваша честь. Я абсолютно нормальный, здоровый человек. И я хотела бы по порядку все, что было сказано, прояснить. Дело в том, что действительно, 12 лет назад, мне было 20 лет, и накануне свадьбы, соответственно, с Колей, с моим будущим мужем, я узнала, что он мне изменил. Как бы Коля он никогда не скрывал. Я просто Колю очень любила, и я на протяжении всей нашей жизни я закрывала глаза на его поход налево. Он достаточно человек как бы жадный, алчный, но сердцу не прикажешь. И вот после того, после моего первого эпизода, я узнала, что Коля не хочет с нами жениться, он отказался. И я была в таком ужасе. Я говорю, Коль, как же так? Вот мои родители постарались, они нам предоставили квартиру трехкомнатную, подарили мне квартиру в центре Рязани, совершенно там шикарная, прекрасная Сталинка. То есть как бы только вот рожай детей и живи счастливо. И он подумал, подумал, и такой, ну, хорошо, типа, давай все-таки поженимся. И еще потом сетовал, что, мол, родители как-то схитрили, да, могли бы и после свадьбы, короче, квартиру подарить. Ты думаешь, что я ради квартиры на тебя женился? Коль, ну, я взрослая девочка, да, уже, наверное. Вот. И потом у нас как-то, ну, жизнь заладилась, родилась Полина, я очень хотела девочку, как-то все хорошо пошло. И спустя какое-то время я поняла, что я хочу второго ребенка. И вот полгода назад я забеременела. Соответственно, к Коле подхожу, говорит, Коля, представляешь, мы с тобой будем второй раз родителями. И тут, конечно, Коля мне и говорит, а мне ребенок не сдался, иди-ка ты, милая, делай аборт. Слушай, ну я не так тебе сказала, сейчас время не такое уж простое, чтобы второго ребенка заводить. И все время выяснять отношения. Ну? Ну, тут еще как бы дело этим не закончилось. Я узнала, потому что, опять же, Коля, он не тот человек, который, знаете, сильно как бы скрывает, что у Коли есть любовница. И тут, конечно, я уже, я не выдержала, я очень психанула, и у меня случился выкидыш. Я Колю выгнала, и мы остались жить с Полиной вдвоем. Я за ней ухаживала, я выполняла все материнские обязанности. Я ей готовила, я убирала, я следила за ней. Единственное, что я не могла с ней нормально общаться. То есть я очень мало говорила, и у меня, ну, видимо, вот эта депрессия случилась, я так свое горе переживала. И дочь, видимо, ну, на меня обиделась, она пошла к папе, говорит, мама сошла с ума, она меня выгнала. И тут, вот тут уже точно мои силы закончились. Я просто лежала пластом и думала, вот как, вот как так могло произойти, что вот мое любимое, единственное чадо просто предало меня. И я, оказывается, и ей не нужна. И вот в этот самый ровно момент, период, приходит опека, приходит Коля, сучатся ко мне в дверь, ломятся. В итоге я оказалась в больнице, три недели меня лечили. И тут, значит, я прихожу из больницы, просто это какой-то абсурд. Я прихожу из больницы и вижу, что в нашей квартире живут Коля, Полина и любовница Коли. Тебе, по-моему, какой-то медикаментозный сон или что? Тут уже, знаете, ну, как бы, Коля, это, говорит, сиделка твоя. Там сиделки так не обнимаются, как минимум. И тут я уже, как бы, просто отправила их вдвоем куда подальше. И Полину, свою дочь, я никуда не выгоняла. Она ушла сама. Я бы очень хотел, чтобы вы послушали Полину, которая полностью на моей стороне и поддерживает меня. Я хочу сказать, что никакая дочка Полина ему не нужна. Коле просто нужно на законных основаниях проживать в моей квартире и в роли опекуна владеть прекрасной ситуацией. Ну, а я там, наверное, в дурке посижу, пока вот он со своей любовницей будет прекрасно там жить. Хорошо, давайте девочку послушаем. Совершеннолетняя водитель. Представься, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, я Короткова, Полина Николаевна. У меня сейчас нет большого желания обсуждать это все при моих родителях. Я хочу с вами поговорить лично наедине. Отлично. Папа, я все сказала, я хочу поговорить лично. Отлично. Родители, отправляйтесь в коридор. Так, рассказывай тогда, вот родителей твоих нет. Теперь говори нам, пожалуйста, правду. Ваша честь, на самом деле, я свою маму никогда не боялась. Она никакая не сумасшедшая. Меня папа подговорил, чтобы я была на его стороне и была против мамы. Ой, на самом деле, я уже давно поняла, что это вот его тетя, что я давно поняла, что это его любовница. А мне он говорил, что это моя подруга просто. Я это еще поняла, когда я поняла, что они хотят мою маму согнать в психушку и заселить в свою квартире. Значит, когда мы жили втроем еще, я сидела в компьютере, и мне все время всплывала реклама клиник душевно больных людей. Ну, тогда-то уже все встает на свои места. Откуда у меня могла быть такая реклама? А моя мама, на самом деле, она обо мне заботилась. Она мне на завтрак гренки делала, на обед курицу жарила. Она обо мне заботилась, гладила, стирала мои вещи. Даже когда ей было плохо, она продолжала следить за мной. Однако я просто совершила предательство. Нажаловалась папе, а-ля, что меня мама не кормит, выгоняет из дома и что я страдаю. Ну, вот меня папа и забрал. Поэтому я, пожалуйста, не признавайте, что моя мама сумасшедшая. А тогда ее папа точно в психушку заложит. И что тогда будет, я вообще не знаю. А зачем тогда ты вот так сказала про маму папе? Я на нее очень сильно обиделась, и я даже не знала. У меня тогда был очень сильный порыв обиды. И вот тогда я решила наебиничить папе, что мама такая, что мама сходит с ума, что она меня не любит, не кормит, ничего. Ну что, ну ребенок, ну ребенок. И вот перед судом сейчас мы стоим, папа говорит, Полин, ты все поняла, как говорите? Я говорю, такая, да, поняла. Но я не могу вам врать, я хочу сказать все прямо. Это правильно, в суде надо правду говорить. Поэтому я попросила выгнать родителей, чтобы вам правду рассказать. Молодец, молодец, все рассказывала. Хорошо, вернись нам из... Из тех, ответчику, идите. Суд побеседовал с девочкой. Девочка опровергает то, что даже говорила ранее в опеке. Поэтому попросила родителей выйти. И суд зачитает сейчас сторонам заключение судебно-психиатрической экспертизы, которая проводилась по решению суда, по определению суда. Городкова Вера Юрьевна вменяемо способна осознавать свои действия и руководить ими. Так что суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Коммуналку оплатила 18 тысяч. Простите, а почему я и коммуналка, я не понимаю. Вы молчите, там ваша дочь живет. Может ли женщина продавать вещи дочери без ведома ее отца, если мужчина с ними не живет? Позволено ли матери распоряжаться подарками ребенка ради наживы? Узнаем в суде. Заявление Короткова Николая Петровича о признании своей жены Коротковой Веры Юрьевны недееспособны оставить без удовлетворения. Прошу садиться. По заключению судебно-психиатрической экспертизы Короткова Вера Юрьевна способна осознавать свои действия и руководить ими. Утверждение заявителей не подтверждается заключением экспертизы, а что особенно важно, опровергается общей дочерью из ЦАИ-ответчика. Опека была свидетелем нашей беседы и тоже поняла, что девочка действительно говорит правду теперь, и поэтому ваше заявление оставлено без удовлетворения. Дело закрыто. Я, честно говоря, не знаю, что наговорила Полина, когда меня не было, но то, что женщина, которая бросается табуретками в людей, явно неадекватна, это столкнулся. Очень плохо, когда взрослые втягивают ребенка в разбор своих взаимоотношений. Я для себя все поняла. Как бы я Колю не любила, это длиться как не может. Я подаю на развод с ним, и мы будем жить вдвоем с Полиной. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. С беременными не разводят. Я на третьем месяце беременности. Опять! Если благополучие ваших детей под угрозой... Макароны в горячую лодку кидают или в холодную? Горячую. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Да я не могу с тобой больше жить. Не надо, катись. ...обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Есть закон. Помимо ваших желаний, есть закон. Это бесплатно. Истец требует взыскать неосновательное обогащение с бывшей супруги. Ответчик отказывается возвращать вырученные от продажи подарка деньги, так как она потратила их на содержание дочери. Слушаю вас, сестец. Ваша честь, я требую, чтобы моя бывшая жена вернула мне 100 тысяч рублей. Угу. Неосновательное обогащение, которое она получила за продажу телефона. Смартфон, который подарил я нашей общей дочери, Алене. Угу. На день рождения. Я копил на него деньги, чтобы его подарить. Он как бы не дешевый. Он примерно стоит 130 тысяч рублей. Ну, я купил его за 100. В принципе, неважно. И подарил. Все, я хочу взять эти деньги обратно, потому что она его продала. Какое право она имела продавать, я не понимаю. Мы с ней живем уже два года. Мы развелись. Дитя осталось у нее на квартире, потому что у меня своего жилья нету. Я сейчас живу на съемной квартире. Плачу алименты со своей заработной платой, как обычно, 25%. То есть... Сколько платите? Выходит, где-то 10 тысяч рублей примерно. 10 тысяч рублей? 25% от моей получки. 10 тысяч рублей. Значит, вы получаете 40? Да. 40 тысяч рублей. Из них 10 платите алименты. Ну, по справке, 2 НДФЛ так. Ваша честь, простите, пожалуйста. Так, помолчите. Из них 10 тысяч рублей платите алименты, так? Да. Так. Квартиру за сколько снимаете? 35. 35 тысяч квартира. Да уже 45. Ваша честь, но я подрабатываю, у меня еще неофициальные доходы иногда бывают. Подрабатываете. У меня есть машина, то есть я ночью там подтаксовываю. А автомашина-то не совместно, не в браке была приобретена? Нет, это моя машина. Ваша машина. Так, и вы на ней подрабатываете? Да, потому что 40 тысяч, сами понимаете, плюс алименты. Подрабатываете. На что я жить-то должен? Угу. Все, хорошо, слушаю вас дальше. 40 месяцев назад у дочери, у нашей, был день рождения. Ваша честь, она меня пригласила, мы с ней общаемся, позваниваемся. И она мне рассказывала, как она снимает видеоролики. Ну, она хочет стать блогером. Ну, как все сейчас дети, понимаете? Все сейчас хотят стать блогером. Прямо удивительно. Она мне показывала, сколько у нее подписчиков, там, ну, вот эти все ролики показывала. Ну, и сетовала, что мало подписчиков из-за того, что у нее плохой телефон, плохое разрешение. То есть ролики некачественные получаются. Ну, она намекнула мне, просто дала понять, что ей нужен хороший телефон. Ну, я для себя решил, ну, почему нет-то? Скопил денег. Ну, у меня я потихоньку откладывал, ну, на днерождение этой дочки. Просто подарок еще не знал, какой купить. И решил, ну, куплю ей все-таки этот телефон. Любимой дочери, что не купить-то? Ну, у меня был друг. Он мне сказал, есть вариант купить такой телефон подешевле. Ну, он занимается куплей-продажей орттехники, компьютер, ноутбуки, вот это. И он сказал, что в Эмиратах можно взять, ну, тысяч за сто такой телефон. Ну, почему нет? Я согласился. Он мне его привез. Все, и подарок я подарил. Пришел к своей дочери. Она так радовалась. Вы не представляете просто, столько счастья в глазах у нее было. Я давно не видел такой ее счастливой. Потому что она действительно, ну, нужен этот телефон ей. Для своих вот этих вот съемок. Я сам, знаете, просто как-то на душе, на сердце так горячо стал, а я аж прослезился. Ну, потому что действительно я подарил то, что ей нужно было. Действительно. Вот. И как-то две недели спустя, ну, я ей звоню обычно на видеосвязь, она мне отвечает, я смотрю, какое-то стремное видео. Я говорю, алло, а что такое-то? Я не понимаю, почему такая плохая картинка? Она говорит, пап, ну, запылился телефон. Я говорю, ну, протри, в чем проблема-то? Она что-то замешкалась, замешкалась и выключила телефон. Ну, я сначала насторожился, думаю, что-то здесь не так. И через пару дней пошел встретить ее возле школы. Подхожу, а она как раз идет по телефону, разговаривает. Я смотрю, ваша честь, а у нее старый телефон, вот, который у нее был раньше, такой сейчас у меня она с ним идет и разговаривает. Я говорю, дочь, а где мой подарок? Ну, она замолчала, заплакала. И все-таки рассказала, что у нее мама взяла телефон и продала его, а деньги забрала себе. Ну, я просто неистово удивился. Я сразу пошел к жене выяснять, в чем дело, почему она, какое право она имеет вообще продавать мой подарок. Тем более забрать у дочери. Ваша честь, ну, если какие-то проблемы, да, с деньгами там, ну, бывает, не хватает на что-то, ну, мы что, в каменном веке, что ли, живем? Вот, кредитная карта возьми, перекинься, 150 дней без процентов, друзья есть, у них перезайми, да мне на крайний случай позвони. Скажи, ну, вот так и так, там, какие-то деньги нужны. Ну, разве я не помогу? Я сам займу, где-нибудь найду. У меня же подработки все-таки есть, какие-то, может, деньги. Дитета мое. Я же не могу ей отказать. Я бы помог. Ну, зачем просто бежать, хватать телефон, бежать в скупку? Все, нашла решение самое простое. Продать телефон. Это нормально. У меня просто в голове вот это вообще не укладывается. Я поняла вас. Слушаем ответчиков. Здравствуйте. Я Горчакова Анна Михайловна. С бывшим мужем я не согласна. Деньги никакие возвращать я не буду ему, потому что деньги я потратила на дочь. Да, подарила телефон, я не какая-то воровка. Я его не своровала. Как он пришел, мне начал угрожать дома, что подаст на меня в полицию, что я украла телефон. Телефон никакой я не крала. Дочери он действительно подарил. Мы с дочерью сели, поговорили. Так как у нас сейчас с деньгами проблема. Я раньше работала на хорошую работу, получала 80 тысяч. Нам с дочерью, 14-летней, вполне хватало. Но тут полгода назад я осталась без работы. У нас начался кризис. Платит он 10 тысяч. Он из себя такого правильного строит 10 тысяч. Знаете, почему 10 тысяч? Извините, посправьте. А знаете, почему 10 тысяч? Потому что он мне сейчас мстит. И пришел он сюда из-за мести. Потому что мы с ним разделились по его причине. Он мне изменил два года назад. Он болел коронавирусом. После больницы пришел домой, лег. Ему нужно проделать уколы. Я наняла знакомую медсестру. Как-то прихожу домой. И видите ли, застала их, простите, в постели в нашей. Сами понимаете, зачем. Естественно, в этот же день я его выгнала. Это, может, к делу никакому не относится. Но я вообще не понимаю, зачем он пришел. Я, значит, естественно, собрала сразу его чемоданы. И вытолкнула. И подала на развод. Естественно, он мне сказал, что ни копейки ты больше не получишь. Как он кричит, что я помогу. Он мне сказал, что больше ты копейки не получишь. Ты приползешь ко мне. И будем решать. У тебя есть алименты, на них и живи. 10 тысяч. Не надо тратить до себя деньги. Да, я работала. Я согласна. Именно на дитя. Сейчас я полгода... Замолчите. Сейчас я подрабатываю. Работу сейчас очень сложно найти. И я, естественно, на подработках каких-то работаю. Деньги эти я потратила. С дочерью мы сели, переговорили. Естественно, едим мы макароны. Ибо смешно с этими... Едим макароны, а ходит она смартфоном за 100 тысяч. Сейчас не поговорила. Мы все решили. И эти деньги я потратила именно на дочь. Не на себя. Сейчас школьный сезон. Она выросла. Вы сами понимаете, как дети быстро растут. Подросток, тем более девочка. Хочет сильно выглядеть. Я говорю, давай, Аленушка, купим что-нибудь тебе. Какие-то вещи, которые нужны. В общем, купила и потратила я ей на одежду. Которую сама Аленушка выбрала. Вот купила ей пуховик за 17 тысяч. Надь ему красивый. Да, очень. Сама Аленушка выбрала. Купила кофту в школьную форму. Теплую. Теплую, хорошую. Ботинки ей купила осенние. Ну, понимаете, да? 10-15 тысяч осенние и зимние купила. Ну, понимаете, да? Ребенок хочет выглядеть модно, стильно. Ваша честь, они что, там из крокодиловой кожи, что ли? Так помолчите, пожалуйста. Вы тоже поймите, у ребенка растет нога и какие-то обувь неправильная, она вырастет неправильно, тем более девочка. Вы же сами понимаете, модница. Все потратила на нее. Все про все вышло, у меня 52 тысячи, понимаете? Коммуналку оплатила 18 тысяч долг. У меня вот был полгода, я без работы. 18 тысяч оплатила коммуналку. Простите, а почему я и коммуналка, я не понимаю. Вы молчите. Я прекрасно понимаю. Там ваша дочь живет. Да, живет дочь, и вы сами понимаете, что, ну, ну, поймите, я, конечно, все это прекрасно понимаю, телефоны, смартфоны, вот эти кривоялки, но это, знаете, как это отвлекает? Я на самом деле против, это очень сильно отвлекает от школы. Дочь меня прекрасно поняла, она не пострадала никак, то есть все куплено для нее, все делается для нее. Я вот только одно не пойму, вот у него, как он говорит, зарплата 40 тысяч, вот справка есть, два НДФЛ у меня. Могу вот предоставить. Давайте все документы. Вот, кстати, да, и квитанции, то, что 18 тысяч. Справка есть, какие проблемы-то я не пойму. Да, но он же, опять же, повторю, вот он говорит, он снимает с любовницы квартиру за 35 тысяч, машина на дорогой, недешевая ездит, 3-5 литров оплатить нужно, тоже машину покормить нужно. Откуда деньги? Я на ней зарабатываю деньги. Откуда ты на подарок 100 тысяч нашелся? А мы как-то живем так, непонятно, как ты еще с этим подарком, дочка пришла на 100 тысяч, естественно, это нормально. Никто мне не занят, они общаются между собой. Откуда деньги взял? Из тумбочки. А в тумбочку кто положил? Я положил, копил. Я хотел просто хороший подарок. Копил, в тумбочку положил. А любовница на что? Откуда взяли-то копить, когда я насчитала, что у вас 45 только обязательные платежи. Это просто месть за то, что я его выгнала. Он меня просил прощения, я его не простила. Я не понимаю. Вот он мне пришел, угрожал. Я, конечно, сначала испугалась. Я позвонила при нем знакомому адвокату. Адвокат сказал, хорошо, пускай он идет в полицию, подает на меня. Но это клевета, что я украла телефон. Никого я ничего не крала. Ребенка ничем не обделяла. И я хочу, потому что у него, он умудряется оплачивать 35 тысяч на квартиру, умудряется обеспечивать своих любовниц, причем он хорошо ужился в одиночестве. Он не участвует никак в воспитании. Кинул подачку, вот это 100 тысяч, телефон. И вот на тебе, любите его, пожалуйста. Да я работаю круглобесутками. У меня времени не бывает. Конечно, деньги же на любовницу можно же тратить. А как же иначе? А тут за 100 тысяч раз в год подарил. Удаляется для вынесения решения. Из Горчакова Матвея Андреевича взыскание неосновательного обогащения в размере 100 тысяч рублей с бывшей супруги оставить без удовлетворения. Встречный из Горчакова и Анны Михайловны с требованием изменить размер элементов, которые, естественно, платят на их совместную 14-летнюю дочь Горчакова Алену Матвееву с долевой на твердую денежную сумму, удовлетворить частично. Прошу садиться. В данном случае телефон был подарен. То есть имел место договор дарения. Поэтому им неосновательное обогащение не имеет. Что касается встречного иска, значит, в суде неопровержимо было установлено, что у ответчика имеются подработки. Поэтому я оставляю процентное отношение четверть от его дохода и взыскиваю с него еще в твердую денежную сумму в размере одного прожиточного минимума на ребенка, который предусмотрен федеральным законодательством. Сейчас это 15 с чем-то тысяч. Вот у вас и получится нужная вам сумма. Дело закрыто. Прошу всех встать. Телефон куплен, деньги потрачены. Если бы жена мне позвонила, я бы решил вопрос с деньгами. А теперь, получается, ребенок остался без подарка. Если бы бывший муж участвовал в воспитании дочери, а не подачками, то в этой ситуации никакой бы не было. И дочь бы осталась с телефоном. Когда отец отказывается от ребенка. Ну вы-то отец родной. Неужели не хотите хоть чем-то просто помочь дочке? Если дочь беременна в 15. Она как только родила, она говорит, давай его спрячем под диван, чтобы папа не видел. И понятно, что ребенок в беде. От того, что вам изменял муж, вы хотели убить своего ребенка. Судья Алиса Турова решит все проблемы. И общаться с матерью он будет. Да вы можете его заставить? Я могу. А я нет. А я могу. По закону любви и справедливости. Хотим остаться жить с папой. И просим вас оставить нас у него. Дела судебные. Битва за будущее. На нашем телеканале.